Всем привет, ребята! Я Алиса, со мной моя сестра Лиза. Всем привет! И Милень! Наша помощница, потому что сегодня мы будем готовить. Я заранее подготовилась к приезду Лизы и заказала на Вайлдбери сделай боксы. У нас есть сделай бокс для печенья мумии и сделай бокс для кейк-попсов единороги. Но я думаю, однозначно, Лиз, ты не против, если сегодня мы будем готовить кейк-попсы единороги. Мелеша тоже их выбрала. Я смотрела такие видео в ютубе и мне очень понравилось. Ну, надеюсь, у нас получится так же. Ребят, заранее, заранее говорим, что мы не готовили такое никогда, поэтому для нас это будет впервые. А еще, кстати, сделай боксы, есть на любой вкус и кошелек. Я думаю, это будет начало, только будем заказывать каждый раз и что-нибудь с сестрой вместе готовить. А Мелеша нам будет помогать, вон уже, смотрите, как она активизировалась. Мумии мы пока убираем. Мелеш, мумии на следующий раз. Мелеша, кажется, хочет готовить мумии. Мне уже так хочется, да, будет круто, когда Мелеша подрастет и можно готовить всем вместе. Так. Милень, ты главный поваренок сегодня? Готовка с Мелешей, она такая. Так, нужно убрать эти мумии, потому что Мелеши они очень понравились. Держи уточку. Нет, ей больше кейк-попсы понравились. Какая-то муточка. Ну, кейк-попсы мы и будем готовить в Мелень. Так, ребят, здесь на упаковке написано, что входит в набор и что нужно приготовить. Поэтому я взяла уже глубокую миску, венчик, растительное масло и яйца. Это для теста. Поэтому, Лиз, открой коробочку. Ух, это будет жестко. Предлагаю устроить, ну, такие, так сказать, соревнования и посмотреть, у кого получится лучше. По несколько кейк-попсов приготовим. Давай попробуем. Я, конечно, не гуру готовок разных, но я думаю, что что-то интересное получится. Я думаю, что это несложно. Ну, мне кажется, в этом и как бы вся суть. Не важно, как ты приготовишь красиво-некрасиво, а просто, чтобы провести всем вместе хорошо время. Давайте посмотрим, что там внутри. Вы увидите первыми. Опа! Как все миленько. Смотрите, даже трубочки есть, на котором будут крепиться наши кейк-попсы. Так, у нас здесь входит состав набора смесь для кекса лимонная безглютеновая. Смесь для кекса. Вот она, да. Смесь для кекса. Дальше у нас идет, милеш, посыпки кондитерские. Помадка сахарная белая. А, еще и розовенькая помадка. Да. И бирюзовенькая даже есть. Сахарная мастика белая. Вот мастика. Смесь для окрашивания у нас есть, пищевая. Фломастер даже положили, посмотрите. Фломастер, и Лиза уже показала силиконовую форму. Кстати, это очень круто, потому что эту силиконовую форму можно потом использовать. А кондитерские всякие вот эти штучки, смеси докупить. Да. Ну что, приступаем к приготовлению теста. Здесь есть подробная инструкция и с картинками. Кстати, вот с картинками это топ. Потому что мы будем готовить такое впервые. Нам нужно высыпать смесь для кекса в эту вот мисочку. Вот это, да, смесь для кекса? Всю смесь. Я вот не пойму сейчас. Да, наверное, всю. И добавить три яйца. Давай, Лиза, ты у нас сегодня будешь поваренок, а мы с милешей посмотрим. Хоть бы не запортачить. Вот. Сюда же 100 грамм растительного масла. Я уже отмерила и приготовила заранее. И три яичка. Так. И три яйца. Давайте. Раз. Оп. Готово. Одной рукой я не справлюсь, давай, Лиза. Держи. Помогай. Два. И третье яичко. Милеш, яички тебе еще рано. Она бы нам такое приготовила. Сейчас скажи. Такое чувство? Нет. Как будто мы какой-то слайм замешиваем, как раньше. Мне очень форма эта нравится. Нужно ее, кстати, достать. Да. Дальше нам понадобится форма, потому что вот эту вот всю смесь нам нужно добавить в форму сейчас будет. Если бы был миксер, кстати, взбивать было бы проще. Но я думаю, венчиком можно тоже справиться. Да, это не проблема вообще. Очень все легко. Я думаю, даже ребенок сможет это приготовить. Все очень подробно показано. Милеш, ты сможешь? Сказала Лиза, что сможет даже ребенок. Убирать даже на Милешу. Так, давайте. Лиза, взбивай тесто и вернемся к вам, ребята, когда уже будет тесто наше готово. Здесь нужно не отвлекаться, а все хорошенечко вбить, чтобы кейк-попсы получились как надо. А Милеша пока у нас будет изучать форму силиконовую. Смотри, Милеш. Ой, форма, кстати, очень удобная. Я так понимаю, сюда мы будем заливать наше тесто. Кондитерский мешок у нас тоже в комплекте есть. Да, потом вот так вот делаем и будем выпекать. Давай ножницы. Давай еще получше нужно, я думаю. Да, получше делаем. Так, кстати, смесь получилась очень быстро. Миксер действительно не нужен. Венчиком справились за пару минут. Аккуратненько заливаем это все в кондитерский мешок. Кстати, вкус лимонный. Обожаю вкус лимонного пирога. И Милена тоже. Ребята, мы подготовили тесто. Вылили его в кондитерский мешок. И теперь нужно аккуратненько отрезать кончик ножницами. И заполняем форму, которая без дырочек. Это очень важно. Заполняем только нижние формы. Второй половиной будем накрывать. И так нужно заполнить все ячейки. Кстати, это так прикольно. Первый раз такое делаю. Кстати, вот так по центру очень удобно. Лиз, ты когда-нибудь такое делала? Нет, но я залипла сейчас. Прикольный процесс. Очень залипательный процесс. Так хочется уже их попробовать. А тебе интересно, какие они будут по вкусу? Мне интересно. По вкусу я уже тесто попробовала. Но мне интересно, как мы их украсим. Это будет, мне кажется, самое сложное тоже. Ну, чтобы аккуратненько все делать. Вот что у нас получилось. Я подобавляла везде, чтобы точно уже они были кругленькие. Кругленькие, ровненькие. Надеюсь, все получится. Лиз, накрывай. Накрываем. Ой, все в пудре этой. Ой, нужно закрыть хорошо. Так, хорошо накрыли. Проверяем края, чтобы все было закрыто. И далее выпекаем наши кейк-попсы в духовке 15-20 минут. Я буду выпекать в микроволновке. Кстати, если у вас нет духовки, не пугайтесь. В микроволновке я уже пробовала подобное выпекать, и все было супер. Поэтому встретимся с вами через секунду, а для нас будет минут 20. Мы достали наши кейк-попсы. Надеюсь, мы их не пересушили. Но тесто положила я все-таки многовато. И пришлось ровнять края, чтобы кейк-попсы имели круглую форму. Но это, в принципе, сделать было несложно. Все легко отделилось, поэтому нормально. Мы подождали, пока полностью все остынет. Заранее в стаканы я подготовила вот эти глазури. Нужно просто налить очень горячую воду. И тюбики с глазурью туда опускаем на 10-15 минут. Пока остывали кейк-попсы, глазурь уже горячая. Теперь, Лиз, у тебя есть трубочки. У меня есть трубочки. Нужно взять белую глазурь. Вообще, в принципе, любую. Но давай возьмем белую. Давай. Смазываем край трубочек глазурью. И аккуратненько вставляем в наши кейк-попсы. Аккуратненько. Аккуратненько. Самое главное, да. Ну, аккуратненько не обещаю, конечно. Так, нужно еще снять вот эту защиту. Ты первая давай лисуешь. Давай. Самая ответственная. Горячая, кстати. Вот так нормально? Давай вот так. Да. И вставляй. Да. Хрустит, ребят. Ребята, это достаточно долгий процесс, поэтому мы сейчас ставим трубочки во все кейк-попсы, потом поставим в морозилку на 10 минут и вернемся к вам. Потом будет, мне кажется, самый крутой момент, потому что мы будем украшать наши кейк-попсы. Я уже жду. Будем делать единорогов. Ну, хотя можно проявить креатив и сделать единорога, какого хочешь. Но по инструкции получаются они, конечно, очень красивые. Не факт, что у нас так получится. Согласна. Но мы будем очень стараться. Мы достали кейк-попсы из морозилки. И посмотрите, у нас тут кое-кто подъел один. Лиза. Да, у нас одна потеря, ребят. Мы их съели. В смысле, Лиза, мы напополаме с ними рассказываем. Ну, короче, один решили продегустировать, и вкус очень понравился. Я тебе как обожаю лимонный пирог. Короче, нам нужно подготовить глазурь. Я почитала в инструкции. Нужно вот эти вот стаканчики, ну, любая емкость подойдет, выливаем в глазурь и в микроволновке ее по 5 секунд греем. То есть 5 секунд вытаскиваем, 5 секунд вытаскиваем, чтобы сильно не перегреть. Давай, это уже для начинки, для украшения наших кейк-попсов. Не начинки. Ой, начинки, да, глазурь сверху, которую делать. Тебе беленький, у меня розовый. Да, я не знаю, сколько нужно. Давай половину тюбика, да? Ну, давай. Мы же все будем украшать. Может, тогда все сразу или нет? Ой. Не знаю даже, чтобы... Ну, да, нам нужно, чтобы они утонули там, поэтому давай побольше. Я вот даже почти весь беленький сделала. Так, какой у нас еще здесь зерезовый. Классное сочетание, да, цветов? Единорожный такой. Посмотрите, какой прям он мятный. Это очень залипательный. Это, наверное, мой любимый момент в приготовлении. Просто смотреть, как льется глазурь. Хочу уже окунуть их туда. Кстати, глазурь уже достаточно и так теплая, но нам нужна прям жидкая. Жидкая, да. Прямо, чтобы плавал наш кейк-попсик. Какой цвет вам больше нравится? Я думаю, вот этот. А можно, кстати, смешивать, посмотрите. Можно в емкости с каждого стакана смешать цвета, и получится тройной кейк-попс. Так и сделаем. И теперь нам нужно догреть импульсами по 5 секунд. Или на водяной бане. Но в микроволновке, я думаю, это быстрее. Все, мы отправляемся в микроволновку. Кейк-попсики, кстати, застыли. Ждут, пока мы их украсим. Глазурь готова, она достаточно горячая. Я сейчас распакую посыпки, Лиз. Они нам тоже понадобятся. Кстати, можно делать не обязательно единорогов всех. А можно просто посыпочками. А просто украсить красивыми посыпками. Также у нас по стакану, как сказано в инструкции, и пергамент. Давай сюда. Короче, если у тебя будет не единорог, то можно кейк-попсы просто выкладывать на пергамент. Окей. Ну, я даже не знаю, возможно, в стакане будет проще. Будем уже ориентироваться. Давай его, наверное, так сделаем. Ну, все. Начинаем. Начинаем. Итак, я начну, пожалуй, с розового. Сделаю половинку... Я белый. ...одним цветом. Наверное, вот так будет лучше. Блин, а если я смешаю, то будет плохо, да? Ну, не знаю. В принципе, делай как хочешь. Попробуем это в конце. У меня вот так получилось. Наверное, переборщила, пожадничала, поэтому давайте его все покрутим, покрутим. Ой, кстати, ну и можно было так сделать, чтобы лишнее, да? Да, да, чтобы лишнее стекло. Глазурь быстрая. У меня немножечко единорог будет кривой. Ну, первый, ничего страшного. Я буду все-таки делать единорога. Хочу сделать такого. Есть еще у нас, кстати, маркер, Лис, если понадобится пищевой черный для глазок. Ой, рано я слишком глазурь нашу достала. Все-таки нужно подождать. Немножко образовалась дыра. Короче, не спеши, Лис. Это такой трудоемкий процесс. Ну, если хочешь, чтобы было не только вкусно, но и прям очень красиво, то лучше подождать. Да, смотри, не стечет. Да, ладно. У меня вообще идеально. Типа, да, мне напишут в комментариях, еще умничают, ничего не может сделать. Так, я возьму белую присыпочку и наверх как-то присыплю. Понятия не имею как, буду там что-то придумывать. А я вот, не знаю, подожду хотя бы, чтобы лицо единорога опять не скачилось вместе с глазурью, потому что нарисую маркером, оно все поплывет. Алис, мы не подумали, как это открыть. А, ножнички или ножик. Так, давай, давай, подержу. Подержишь мой кей-поп. Так. Ой, ну Лиза лучше, я уже вижу. Прости, сестра. Ничего. Я немножечко их соединила. Хотела вот так опять сделать. Так, присыпаем. Что бы придумать такого? А если его просто украсить разными? Мой единорог уже... Ладно, мой единорог уже вроде не сливается. Все с ним нормально. Поэтому я беру мастику. Или сливается немножечко. Ребята, это какой-то трэш. Все пошло не по плану. Я думала, что это будет немножко проще. У тебя достаточно красиво, кстати. Он у меня ровный, но вот эти вот штучки, их нужно было сразу, как только я в глазурь окунула, сразу их присыпать сверху. А так глазурь немного застыла уже. Она очень быстро застыла. Я решила пойти по сложному пути и буду делать единорога. У нас в комплекте есть мастика. Здесь есть инструкция, как делать подробный рог, ушки. Можно использовать, применить фантазию. Сейчас нужно кусочек отрезать и ее размягчить. Сейчас я хочу рискнуть и сделать два цвета. Даже три, возможно. Не знаю, что из этого получится. Смотрите, оп, пусть не мой угостечет. Лиза уже второе делает, а я все. Потому что это дело очень интересное. Посмотрите, что делает Алиса, кстати. Она там лепит что-то. Я пытаюсь сделать колбаску из мастики. Она по себе оказывается... Ну, я первый раз работаю с мастикой. Она очень такая, знаете, не пластичная. Но потом, когда ее в руках сминаешь, становится такая, как пластилин. Пытаюсь сделать колбаску и рог единорога. Пока не так, как я и планировала, конечно. Ну, верхушечку еще сделай розовеньким. Верхушечку розовеньким, да. В принципе, можно делать, как вы хотите, проявить фантазию. Не обязательно же делать прям один в один по инструкции. Они-то сами по себе уже получатся вкусные. У меня пустая верхушка, ребят, получается. А по виду уже кому как нравится. У меня колбаска какая-то толстенькая. Будет единорог с толстым рогом. Смотрите, как растеклись эти все красители. Прикольно смотрятся. Мне кажется, они не сказали ничего про Милену. Она была с нами и потом пропала. А Милена уснула, а у нее тихий час. Да, пока мы в духовке выпекали наши кей-попсы, Милеша уже... Милеша захотела спать, и мы ее уложили. Поэтому теперь без помощи Милеши. Она бы продегустировала сейчас. Она бы нам такое устроила. Ой, ну в принципе прикольно. Слушай, они так растекаются друг на друга. Да, да, да. И посыпки еще какие-то сделай интересные. У меня что-то колбаска, так, наверное, большую взяла, пожадничала. И большую сложно сминать. Сейчас возьму, так и ножиком размажу, потому что не хочет растекаться по всей окружности этого кей-попса. Давайте вот так, вот так. Так. У меня кажется, получилась колбаска. Теперь ее нужно закрутить. Ой, интересно, получится ли у тебя рог. Ой, не знаю, не знаю. И добавим еще розового, потому что все равно бирюзовый какой-то просто получился. Давайте. Ну я очень стараюсь. Так, главное кончик не запортачить. Так, ладно. Отрежем вот так. И это будет наш рог. В принципе, почти так, как на инструкции. Теперь нужно сделать ушки. Ушки. А я вот что-то мудрю, что-то придумываю. Вот так начала размазывать, цвета немножко смешиваются. И вроде прикольно получается. Сам кей-поп вот этот не слишком ровный, поэтому он не очень выглядит. Следующий, я думаю, будет получше. Да, мы с тестом немного переборщили. Так, что же присыпать наверх? Блин, хотелось бы Алисе дробь забрать сюда. Смотрите, как бы сюда подошло бы. Нет, не надо. Я и так все видео с одним мучаюсь. Вот мои ушки. Так. Кстати, можно работать зубочисткой, но мне легче почему-то без. Я думаю. О, вот такие ушки у нас будут. Делаем вот так вот. Розовенькие такие, ой, красненькие сердечки. Вот так вот по кругу. Теперь давайте сделаем голубую верхушечку единорога. Какие там на картинке. А, ну здесь можно челочку и розовую, и бирюзовую сделать. Давайте сделаем бирюзовую. О, сейчас будет. Сделали такую верхушечку. Какашечку такую сверху. В принципе, ее можно размазать. Но, наверное, этого делать не нужно. Так, сюда вставляем наш рог. Рог просто офигенный. Тут я ничего не могу сказать. Это просто супер. Ну, можно было и получше сделать. Но я старалась. Для первого раза он слишком большой, поэтому падает. Но сейчас, я думаю, засохнет. Короче, вот как-то так. И хочу еще посыпать глазурь сверху. Лиз, можно у тебя одолжить? А это что, Лиз? У тебя тут красненькое есть, интересно. Это рог? Тоже еще один? Да, это я сделаю. Можно я возьму? Ну да, только его нужно доработать. Я отрезала же. Докрути его. Я слишком большую колбаску сделала. Вот, я сердечко его крышаю. Олесь, вот так что ли? Нет. По инструкции. Вот, посмотри. Как нужно колбаску делать. А-а-а! О, ну так уже лучше. Смотрите. Как вам? Так, сейчас я вам покажу, что получилось, потому что сложно разговаривать и пытаться сделать творчество. Вот так у меня получилось. Мне нравится. Для первого рота, я думаю, неплохо. Не хватает лица. Да, нарисовать. Да. А здесь только глазики у него. В принципе, нарисовать, я думаю, я уже справлюсь. А глазурь застыла? Да. Глазурь застыла. А где наш маркер? А, всё, маркер. У меня не получается, это сосисковая колбаска. Смотрите. Рог лисы. Просто возьми кусочек, вот мастики, в руках помни, сделай колбаску. И вдвое её скрутить, как по инструкции. Я только что так же и сделала, лис. Уши главное. Так, всё, я рисую глазки, и потом вам покажу, какие сделаем. Ну, сделаем стандартные, такие закрытенькие. У меня руки трясутся. А я всё пытаюсь с этой колбаской что-то сделать. Давайте как по инструкции. Положим вот так вот. Вот так вот. И крутим. Лиз, не для меня это, не для меня. Рук? А у тебя очень классно вышло. Ну, как сказать. Сам кей-поп вообще шикарный. Мне нравится. Но по сравнению с моими, у меня самые обычные. Я годик испортила один. Ой. Есть, есть немного, да. Почему Артём так посмотрел грустно на моего единорога? Ну, ладно, зато он вкусный. Я старалась. Зато это не главное же, что в начале видео сказала, кто сделает лучше. А теперь это не главное. Главное, что мы хорошо провели время. Кстати, вот будет круто, когда Милеша подрастёт, и можно реально всей семьёй что-нибудь готовить. Потому что я там смотрела на разных маркетплейсах, есть эти сделай боксы. Но я хотела начать с кейк-попсов. И давайте ещё какой сделаем. Лиза, у тебя какой розовый? Ну, давай голубой сделаем. Просто посмотрите и оцените в комментариях. Я сама всё понимаю. Можете не писать. Алис, посмотри. Ой, прикольно. Зачем ты ему рот сделала? Не знаю, мне захотелось. А, это не единорог? А у единорога нет рота или что? Нет, там просто глазки. Ну всё, Лиз, давай уже попробуем. Давай. Только я возьму то, что я делала до этого. Давай, да. Му, моего единорога попробуешь? И напишите в комментариях, у кого, на ваш взгляд, получилось лучше. Мы не обидимся, но просто интересно, да, Лиз? Да ты просто знаешь, что у тебя лучше получилось. Да ну я глазик запортачиваю, почему? Ну ладно, я попробую вот этот. Нет, давай поменяемся. Давай. Да. Раз, два, три. Рог тоже надо есть, да? Ой. Ммм, вкусно. А рог? Рог боюсь есть. Мне его жалко. Алиса так долго его лепила, посмотрите. Ммм. Съела глаз, который Алиса запортачила. Я считаю, что сделай боксы, это идеальные наборы для подарка, или с помощью таких боксов можно провести крутое время с семьей. Купить сделай боксы можно на маркетплейсах, там очень большой выбор на любой вкус и кошелек. Ссылку я, как всегда, оставила для вас в описании. Ну а мы будем дальше пробовать, кушать, угостим сейчас всех, да? Да. Мелений проснется, устроит беспредел. Всем спасибо за просмотр, встретимся в новых сериях. Пока-пока.